Каждый предмет материального мира, каждый объект, каждый плод может нам о чем-нибудь напомнить и рассказать свою историю. Сегодня мне предложили желтый помидор. И я тут же, опираясь на свой прошлый опыт, сказал, о нет, желтые помидоры, это невкусно. Красные помидоры вкуснее. И в этот момент я вдруг понял, что только что в данный момент мой ум сыграл со мной недобрую шутку и, в общем, только что меня одурачил. Ведь тот желтый помидор, который мне предложили, это не тот желтый помидор, который я когда-то ел и вынес о нем какое-то суждение, он невкусный. Возможно, этот помидор, который мне сейчас предлагают, он будет вкусным для меня. Потому что в момент, когда я здесь и сейчас ем помидор, неважно красный, желтый, зеленый, я пребываю в неком эмоциональном состоянии, в неком пространстве. И вот именно в моменте, здесь и сейчас, в этой ситуации я испытываю те или иные переживания. Этот помидор через призму всех вот этих составляющих внешних мной воспринимается. Вот тот желтый помидор был невкусный. А этот я не узнаю, каким он был, потому что я от него отказался. Я оперся на свой порожный опыт. Вот так вот просто помидор, просто плод такой. А насколько он в данный момент дал мне вдруг подсказку для того, что, дорогой мой, помни, что осознанность твоя должна быть прежде всего, что пребывать в данном моменте, это значит жить. А все остальное, ну, это только наш прошлый опыт. Этого уже нет, это уже прошло. Поэтому вот какой красный помидор этот и какой этот, я узнаю только тогда, когда я попробую его на вкус. Продолжение следует...